Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Колоссянам Первоверховного Апостола Павла. И сегодня мы будем читать завершающую главу этого послания, это 4 глава. Эта глава начинается словами «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». В окончании 3 главы мы читали наставление для рабов, что они должны служить своим господам как Господу, в том смысле, что делать добро со всяческим старанием. Выше мы прочитали, как жена относится к мужу, как муж относится к детям, как дети относятся к родителям, как рабы-господа. А теперь говорится о господах, как они должны обращаться со своими рабами. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Имеется в виду, зная, что и вы имеете Господина на небесах, потому что Господь по праву Творца, Он единственный собственник во Вселенной. И так как Господа тоже находятся под властью Господина, который Господин всего мира, вот эти слова «Господь», «Господин» на еврейском они очень похожи, как и на славяно-русском. «Господь» — это Адонай, а «Господин» — это Адоним, потому что любой, действующий со властью, он как бы отражает власть абсолютного властелина, абсолютного хозяина над этим миром. И хозяева своих рабов, они не должны забывать, что они тоже все рабы Божии. Феодорит Кирский пишет, «Уравнением назвал апостол не равночестность, но надлежащее попечение, каким и слугам надлежит пользоваться от Господ». Феодорит Кирский здесь говорит о том, что таким образом все как бы уравнены. Значит, раб служит Господину как Господу, «А Господин воздает должное рабам и справедливое, зная, что он сам раб Господа». Таким образом происходит как бы некое уравнение. Конечно, очень трудно обнаружить вот такую гармонию между начальствующими и подчиненными, между старшими и младшими, потому что в действительности вот такое деление, оно пронизывает буквально все уровни человеческого бытия. Например, в Евангелии от Матфея 20 глава 25 по 28 стих мы находим такие слова. «И Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, Христос здесь обращает внимание, что действительно все уровни иерархии человеческой власти пронизаны вот этим принципом, что одни господствуют над другими. Но Он говорит, что между нами, христианами, так не должно быть. И Он указывает на Себя, как на некий пример, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить нам всем и отдать душу свою для искупления многих. И действительно, когда Христос взял на Себя грехи всего мира, Он реально послужил каждому из нас. Ибо, будучи Богом, Он взял на Себя грехи тех людей, которые жили до Его рождения в Вифлееме, в одни Его земной жизни, после Его вознесения на небо, наши грехи и грехи тех людей, которые еще родятся в этот мир и будут грешить, если только Бог продолжил существование этого мира. То есть Он послужил всем и каждому. Но в Евангелиях есть пример, когда Он непосредственно в такой бытовой ситуации Он служит Своим ученикам. И об этом мы читаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 3 по 15 стих. Читаем. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю? Теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегши опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Здесь обращает на себя внимание то, что Господь говорит Петру вот эти слова, когда Петр возражает, «Тебе ли умывать мои ноги?» А Христос говорит, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь поси». Петр говорит, «Никогда не умоешь мои ноги?» А Иисус говорит, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». О чем это? Что такое иметь часть со Христом? Это же был урок любви, омовение ног. И если бы апостол Петр не получил этого урока от самого Господа и Учителя, он бы не проявлял такую колоссальную любовь к людям, которую он потом проявлял. Таким образом, те имеют часть с Иисусом Христом, Господом нашим, которые проявляют любовь. Поэтому Господь и поставил это в пример для нас, ибо Я дал вам пример, говорит Он, чтобы вы делали то же, что Я делал вам. И мы читаем далее четвертую главу послания Колоссяна. «Будьте постоянны в молитве». Как это важно, быть постоянным в молитве. Многим не хватает именно постоянства в молитве. Иногда верующие жалуются, что какое-то время все нормально, утром молятся, вечером молятся, а потом начинаются какие-то сбои, сокращения и так далее. Так вот, апостол Павел предупреждает нас, «Будьте постоянны в молитве». А как это сделать? А он дальше подсказывает, «Бодроствуя в ней с благодарением». То есть, проявляйте бодрость, и вы знаете, за что вам есть благодарить Бога. Молитесь также и о нас. Оказывается, апостолы нуждались в молитве простых верующих. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова возвещать тайну Христову». Апостол Павел просит, чтобы за него молились, чтобы он мог бы более лучше совершить служение слова, чтобы по молитвам верующих Господь для этих же верующих через Павла дал бы настоящие слова утешения. Поэтому молитесь за каждого священника, особенно за таких служителей, которые участвуют в служении слова и проповедуют Евангелие. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». Помните, когда мы беседовали по первой главе, мы говорили о том, что послание к колоссянам это одно из тюремных посланий, и оно было написано из уз, то есть из темницы. И Павел здесь и пишет, «за которую, то есть за эту истину я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Блаженный Августин пишет, «Блаженный апостол напоминает нам о необходимости молиться, в то же время напоминает и необходимости бодрствовать. Будьте постоянны в молитве, говорит он, бодрствуя в ней. Любовь нечистая, братья понуждает бодрство тех, кем владеет». О чем тут Августин пишет? «Любовь к разврату понуждает людей, блудников, бодрствовать, они там могут ночью скачать, побежать куда-то, и она буквально заставляет бодрствовать тех, кем владеет». Далее Августин пишет, «Распутный бодрствует, чтобы развращать, нечестивец, чтобы творить неправду, пьяница, чтобы пить, разбойник, чтобы губить, живущий в роскоши, чтобы расточать, жадный, чтобы стяжать, вор, чтобы красть, грабитель, чтобы отнимать». Они все бодрствуют. Значит, насколько же сильнее должна бодрствовать любовь у святых, святыми-то как раз и отцы церкви, писание называет обычных верующих. Насколько же сильнее должна бодрствовать любовь у святых и невиновных, если беззаконие заставляет бодрствовать бесчестных и преступных. Конец цитаты. И один мужчина мне рассказывал, что ему дали как бы правила домашние, что он должен вот его читать, и там была необходимость читать еще в два часа ночи, вставать. Ему было очень тяжело вставать, и он не мог этого преодолеть. Но этот мужчина когда-то был очень пьющий, и он вдруг вспомнил, что когда он вот пьянствовал, жил как мирской человек, он мог ночью встать и пойти покупать водку. Тогда были вот эти ночные ларьки, и вот он подходил к этим ларькам, он мне рассказывал, что однажды в тапочках выбежал на мороз, чтобы до ларька побыстрее купить все, и такая бодрость, потом он закуску доставал, садился, и ночью начинал выпивать. И он задумался, почему же действительно для греха мы очень бодрые, а для дел праведности нет. Причина одна. Бесы одолевают нас, когда мы начинаем вставать на утреннюю молитву, на вечернюю молитву, делать благие дела. Одна женщина мне рассказывала, я стою, рассказывала она, на молитву вечернюю, мне так тяжело, мне так тяжело читать. И она говорит, я думаю, что вот только кончу, сразу упаду на кровать и буду спать, пушка не разбудит. И она говорит, как я только кончила молиться, еле кончила молиться, звонок по телефону от подруги, и мы два часа болтаем. И вся сонливость пропала, все. Понятно, что это духовная брань. Но здесь мы обратим внимание на то, что Павел просит верующих молитесь также и о нас. Любой священник нуждается в молитвах своих прихожан или тех верующих, которые как-то сочувственно или благодарно относятся к нему за то служение, которое он совершает. Даже великие пророки Бога, такие, как боговедец Моисей, они нуждались в помощи других людей, в общем-то обычных людей. Так в книге Исход, 17 глава, с 10 по 12 стих мы читаем «И сделал Иисус, то есть Иисус Навин, служка Моисея, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, то есть во время молитвы, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Мы, каждый священник, мы нуждаемся в том, чтобы вы поддерживали наши руки в том служении, которое мы совершаем. Пятый, шестой стих. «Со внешними», внешними в Новом Завете называются неверующие, «со внешними», а верующие – это внутренние, «со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Что такое слово «приправленное благодатью», «приправленное солью»? Так и Спаситель заповедал нам «будьте мудры, как змеи, и кратки, как голуби». Это очень важно. Апостол научает колосян обходиться с неверующими, со внешними, благоразумно, сообразуясь со временем, то есть говорить с учетом состояния слушающих и так, чтобы это было достойно звания христианина и назидательно, то есть не подавая никакого повода уловить нас или обвинить в слове, а соль – соль – это благоразумие и мудрость, благоразумие и мудрость. седьмой стих и далее до конца «О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Санисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешним». Его навещали, приходили в темницу, находились с ним какое-то время, по римским законам это разрешалось. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, Марк – это евангелист, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Также Иисус прозванный Иустом, то есть тоже приветствует, оба из обрезанных. Получается, что и Марк, и Иуст из обрезанных, то есть из евреев. «Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадой». Почему так сказано? Иногда помощники бывают в тягость. Далее. «Приветствует вас и по фраз ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладыкии и Иерополе. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Это евангелист Лука. То есть при нем были два евангелиста Марк и Лука. Вот Лука он как раз запишет проповеди Павла и из них сделает Евангелие. И он здесь называется «Врач возлюбленный» и Димас. Димас один из будущих служителей римской церкви, очень высокопоставленной. «Приветствуйте братьев Владыкии и Нимфана и домашнюю церковь его». То есть Владыкии и Нимфана. Нимфан – это некий мужчина. «И домашнюю церковь его». Потому что первая церковь – это были домашние церкви. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в ладыкийской церкви, а то, которое из ладыкии, прочитайте и вы». Вот это послание для ладыкии, оно не сохранилось. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствия моей рукою, Павловую, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». Итак, о чем мы здесь прочитали. В заключение этого послания апостол говорит Колоссянам, что остальные вопросы они смогут разрешить приличной встрече. Сначала, когда к ним явятся Тихик и Анисим, как бы легаты от апостола Павла, с которыми он и посылает это свое послание. Апостол Павел передает приветствие от своих сотрудников, которые с ним находятся, помогают ему переносить узы. Это Марк, евангелист, племянник Варнавы, и Лука, тоже впоследствии евангелист. А также и Пафраз, который прибыл к апостолу и принес известие о фрегийских церквах. Апостол дает здесь также распоряжение прочитать послание Владыкийской церкви, вот это послание Колоссянам, и взаимно обменяться посланиями. И вот эта приписка приветственно приписана самим апостолом Павлом. Скорее всего, он это уже сам написал своей рукой, а все остальное было написано или Марком, или Лукою под его диктовку, то, что и получило позже название послания Колоссяна первоверховного и святого апостола Павла. Благодарение Богу мы закрываем еще одну библейскую книгу, прочитав ее, но библейские книги, они так написаны, так устроены, что время от времени к ним надо возвращаться назад. Итак, мы окончили наши беседы по этому посланию, если будем живы, Господь позволит, то в скором времени мы приступим к чтению и изучению исследования первого послания Коринфянам. Берегите себя и молитесь за нас. С Богом! Редактор субтитров Продолжение следует...